Друзья мои, хотите услышать ночные джунгли? Послушайте, за моей спиной уже начинается что-то загадочное. Там луна, надеюсь видно на камеру. Настенька, покажи, где червячок. Вот он, червячок, да? Так дрыгается. Но это, наверное, гусеница какая-то, да? Такая шустрая-шустрая гусеница. Мы в доме живем здесь, на Бали. Мне бы хотелось показать какие таблички. Прямо при входе нас встречают каждый раз, когда мы домой заходим. Вот, например, вот эта табличка. Здесь написано «Love was just a word before you showed it to me». То есть на русский переводится, что «любовь была всего лишь словом, прежде чем ты показал или показала ее мне». И я думаю, что настоящая любовь, она действительно доказывается делом. И, на мой взгляд, что настоящая любовь максимально проявляется именно в семье. Друзья, вот еще одна табличка, только с другой стороны входа. С правой стороны, получается, от вас, когда вы заходите домой. Здесь написано «Trust is like theta. Once it is crumpled, it can't be perfect again». И приблизительно можно перевести следующим образом, что доверие, оно как бумага. Однажды, будучи порванным или как бы надорванным, испорченным, его невозможно восстановить и сделать таким же совершенным, каким оно было до этого. Ну, как бумагу, если порвали, уже никогда ее не восстановите. Поэтому дорожите теми людьми, кто вам доверяет. Врядился я в шлем свой. Поеду сейчас за покупками. Снял валюту в банкомате местную. Пойду сейчас дальше закупаться, потому что наличка закончилась. Вот я приехал уже, меня встречают дети. Они сейчас спрашивали, что я им купил вкусного. Да, дети? Да. Пойдем смотреть, что я купил вкусного. У меня вон полный рюкзак. Сейчас у меня консультация с Финляндией, город Хельсинки. Сзади меня джунгли. Вот мой ученик. И сейчас раннее утро, еще нет шести часов утра. И мой индонезийский друг предложил мне вместе с ним поехать на местный рынок. Называется Пасар Малам. Мой индонезийский друг предлагает поехать нам вместе на байках. Буду заводить свой моторциклет. И мы отправимся в Пахо на рынок. Я буду снимать видео на моем YouTube-канале. Идем по рынку. Сегодня у нас не так уж и много людей, как мне объяснил мне о мангах. Потому что завтра какой-то праздник, но большая часть готовится к этому празднику. А сейчас фрукты возьму. Мандарины возьму. Манго возьму. Бананы возьму. Саянингин Мэмбели. Сеполю мандарины. Сеполю? Сеполю. Сеполю. Лима манга. Там бананы. Там писан. Баш, писан. Писан. Сабскрайбер. А? Что я не смогу купить сегодня. Да. Два и не. Два. Вот он, драконий фрукт. Сейчас будем покупать его. Когда купить вот такого вот черного винограда, зеленого винограда. Я не знаю, какой виноград какой цвет, не знаю, розовый, не розовый. И вот эти вот типа маленьких картоши, блин, вот такие вот. Жене моей нравятся. Эти пироги поливают пальмовым маслом. Шлем прячется. Смотрите, байк специально на замочек открывается, снимается шлем. И вот в эту вот получается как корзину такую. Потом обязательно нужно закрыть на замочек. И вытащить вот таким вот образом ключ, чтобы заблокировалось это окошко. Тогда уже считается, что никто их не угонит. И блокируется руль, видите. Все, пойду радовать жену, рассказывать ей, что мы купанули сегодня. Раскрываем местные сладости. Все это сладкое в местном балийском сахаре, как он мне сказал. Пальмовый сахар. То есть он похож как на березовый сок. С пальмы вытекает эта жидкость, от нее собирают бутылочки и поливают вот эти вот штуковины. Вот эти вот конфетки, они сделаны из, я так понял, из специального сорта риса. Да, на рис. Варится этот рис и потом получается вот такой типа мармеладо. У меня мама в тесте делала рис вместе с фруктами. Похожий немножко. Как бантик. А это это, тыква. А, он мне сказал, это делают из Тин Конг. Из местной картошки вот это делают. Из сладкой картошки. Добольно сытно. Да. А что это за гладики такие непонятные? Не знаю, не знаю. Ну, у всех такие. Смотрите, всякие погремушечки. Посмотрите, сейчас, как они у нас гремят. О, супер. Смотрите, какие картины. Ха-ха-ха. Решил прыгнуть в бассейн на Маджигляде. Прям вот так вот отсюда и бомбушкой. Брызги. Болбассейна вылилась. Прям просто. Решил прыгнуть в бассейн на Маджигляде. Большой. Добро пожаловать в бассейн.